В Доме культуры Медвежьо-Озерского поселения по-настоящему многолюдно. На встречу с руководством Щелковского района пришли около 400 человек, активные местные жители, совершенно конкретной целью – получить ответы на интересующие вопросы. Такая встреча с населением – четвертая в Щелковском районе, и уже можно смело считать мероприятие традицией. Подобное общение с населением лежит в основе одного из принципов губернатора региона – открытая власть. Мы хотим слышать и слушать вас. Если эти вопросы зависят от районной власти, естественно, что мы активно включаемся в их решения. Если они зависят от решений власти местной, то местная власть тоже самое делает акцент на эти вопросы. Мы приехали не просто поговорить с вами, а услышать те проблемы, которые являются для вас острыми. Уверен, что мы постараемся в самое короткое время их разрешить. Диалог в открытом формате. Многие из присутствующих стремились задать вопрос представителям местных и районных органов власти. Часть обращения касалась темы захоронения. Так, местное кладбище в деревне Щевелкино закрыли, но участок данного вида использования уже сформирован в новом генплане поселения. Немало вопросов граждан относилось и к теме жилищно-коммунального хозяйства и капитального ремонта домов. Наш дом нуждается, остро нуждается в капитальном ремонте. Просел угол, просели все отмозки. Внутренняя разводка этих труб, горячей и холодной воды, вообще в плачевном состоянии. По поводу включения домов в программу капремонта незамедлительно ответил глава поселения Владимир Канахин. На этот год включено три, в том числе юбилейный дом 3, где будет делаться кровля, фасад и отмозка. На это средства выделено из фонда 5 миллионов 222 тысячи. Поднимали и другие вопросы. Газификация деревень Алмазово и Кишкино, строительство пешеходного перехода и тротуаров на Щелковском шоссе в Новом городке и передача сельскому поселению земель от Министерства обороны. Особый интерес у населения вызвала тема экологии и природопользования, состояние местного леса, благоустройство прибрежной зоны озера и сохранение зеленых насаждений во дворах. Прозвучали на встрече и более общие вопросы, важные не только для жителей Медвежек. Так на мероприятии говорили о строительстве дублера Щелковского шоссе. Эта тема обсуждается уже давно и необходимость возведения дублера щелчка с каждым годом все очевиднее. Дублер Щелковки, этот план и идея уже давно была в разработке. Но есть один там серьезный момент, который мешал нам осуществить проект, есть инвесторы, есть 4 километра через Лосиный остров. Это уже сказали здесь национальный парк и без федерала мы решить не можем. В этом году мы подойдем к тому, что последний участок земельный под выбор трассы будет определен и работа пойдет. На все озвученные на встрече вопросы представители органов власти дали ответы и пояснения, а проблемы взяли на контроль. В целом мероприятие жители признали весьма эффективным. Они нужны очень, почаще бы их собирали. Я сейчас им в глаза сказала лично спасибо за то, что вы приехали, нашли время, но желательно это делать почаще. Очень эффективно, очень и почаще. На все вопросы были данные исчерпывающие ответы и конкретные решения по этому вопросу. Дарья Соснегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания, Щелково.